На свете мало недостижимых вещей. Будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели. Непотерянный рай Первая русская деревня в Берелюском районе появилась лет 300 назад. Исследователи называют даже точную дату 1710 год. Первыми поселенцами были пашенные крестьяне, пришедшие в Сибирь вслед за казаками из Архангельской губернии. Казаки в 1621 году здесь основали Милецкий остров. Ныне на этом месте стоит деревня Милецк, точнее то, что от нее осталось. Два жилых дома с хозяйственными постройками, три жителя, коих иначе как отшельниками не назовешь. Зимой добраться в Милецк и другие населенные пункты, расположившиеся вдоль Чулыма, можно только по зимнику. В остальное время года – реке. Единственный мужчина, живущий сегодня в Милецке, Дмитрий Захарович Скулкин. В прошлом лесник. Его отец купил этот дом в 1939 году, когда Дмитрию Захаровичу был всего год от рода. С тех пор он в нем и живет. Почти 75 лет. Он помнит еще те времена, когда по Чулыму ходили пароходы. Тянули баржи, груженные зерном и лесом. А пароходик как выглядел? Ну, колеса по бокам, они большие начнут разворачиваться в другой раз, и когда мой за песок нос упрется. Это не типа того, как «Волга-Волга» показывались? Я не видал, не знаю, «Волга-Волга». Ну, местами у меня русские развернутся. А он сидит-то мелко, а большой, длинный. И вот это я запомню. Тогда было мелко, а сейчас вообще? А сейчас Чулым вообще обмерел. Тайга-то высохла. На другом конце улицы, если ее так можно назвать, выживает Зинаида Шпак. В Милецк она попала более 20 лет назад, вырастив двух сыновей от первого неудачного рака. Сюда ее зазвал одноклассник, с которым они в детстве дружили. Вот я поехала в эти края. Я ведь не думала, что здесь. Меня везут. Света нет. Дома такие все. Людей нет. Я говорю, работа. А какая здесь работа? Тут у нас ничего нет. Будет жить, будет рыбачить. Вы знаете, что делали тогда? Метелки. Вот крутили метелки. И нам муки привозили за эти метелки. Потом, где рыба, рыбка была. Полно рыбы было здесь. Я вот водником работал 4 года, 64-й по 70-й. Какая-то была экспедиция. У них прибыл такой был, что дно видать. Мы, говорит, сколько были на реках, не видели, что ли рыбы, сколько пчелами красной рыбы было. Колхоз был раньше. Тут были дед яшли. Был местпункт. Клуб был. Сельсовет здесь был, значит, там. Контора колхозная все было. Света нет. Радио нет. Ну, я смотрю, столбы-то с проводами пообрезали, что ли? Были. Ветер такой был, сильный ветер. И эту линию всю завалило. Лет, наверное, 7 назад. Без света уже 7 лет? Нет, у нас и не было света. Ну, вот столбы-то, посмотри, провода. Так они провели, мы только, наверное, сейчас скажу, только месяца два. А тут ветер, и все позволило. Пока был жив Иоанна Тори, держали хозяйство. Кони, коровы. Питали своими продуктами, излишки шли на продажу. Сейчас в Динаиде одной поселом содержать только кур да овечек. А ведь надо еще заготовить дрова. А у нас знаете, сколько тут медведей? Ой, ой, ой. Вот все, вот. Вот все, куда не пойдешь, везде следы, везде вырытые. Я, а мне дров, это, муж напилил дров, там в лесу. Я пойду, это, с нартами, следы медвежьи. А что надо, дрова надо возить. Охотитесь? Да ну, нога болит, меня, говорю, медвежь-то поймала. Давай пички там, вот ребра поломала. Жил вот вырвал, рука негодная, совсем. Жизнь, какая ни на есть, уже дар боже. И Дмитрий Захарович доволен тем, что живет на этом белом свете. Остальное дело десятое. Конечно, когда дает о себе знать, один уже не сдержишь. Нашел помощницу по имени Людмила. Все разбежались. А вы почему остались? Ну, что-то меня вот никак не хочется в свою родину кидать. Одна, а я нисколько не сет. Одиночество? Я нисколько не чувствую. Так нельзя, жизнь проходит просто зря. Ай, собак всю ночь, да только я. Все, не еду никуда. С головой уж только да. Наше знакомство проходит на коротке, мы торопимся дальше. В этих местах через тайгу проходят скверынки. Милецкий острог как раз находился на середине пути из Томска в Енисейск. Здесь даже хотели построить железную дорогу на конной тяге. Екатеринский тракт. От него осталось просекометравшей шириной. Три века назад здесь шло основное торгово-промышленное движение на табу. Помешала мировая война 1914 года. А потом случилась революция. В 8 километрах от Милецка находится деревня Басманово. Сегодня проживают в ней три семьи старообрядцев часовенного согласия. В Берелевском районе их община существовала еще до революции. Но под напором советской власти они стали искать более укромные уголки. В Басманово староверы объявились в 1977 году, когда здесь оставался всего один житель. Деревню возродил непокойный векул Самсонович Ледишев, о чем нам поведал и его сын. Он все места искал такие, чтобы более уединенно. Потом в Пржевальск уезжали. На Дальний Восток Арсеньев, там городок уже начал, он был дом строится. Ну там как раз вот эти конфликты был с этими китайцами. Он как бы маленько испугался, место там хорошее было. А нам уже с сестрой надо было учиться. Как раз время подошло и вот Назарова осели мы. Сразу как это самое, сюда, он это место приметил и сюда приехал тут. Лида Белецкая одна только жила. В этой деревне никого в то время не было. Мир полнится слухами. За отцом Андрея последовали и другие ревнители старой веры. Их отшельничество было вызвано желанием спасти себя и своих детей, максимально ограничив контакты с нашим убогим миром. В лучшие годы число ребятишек здесь дохотело до 50. Дети подросли, родители уехали. А сейчас у нас три семьи вот осталось. А куда те двинулись? То на Алтай переехала, то вот на север туда, по Енисей, вниз. Отец Андреев всю жизнь искал уединение. Подальше от людей, поближе к Богу. Труд источник материального достатка. Вера богатств духовная. Уживались везде, демонстрируя удивительную способность русского человека приспосабливаться к любым условиям жизни. Андрей Ледишев демонстрирует нам старинную пимокатку, принадлежащую мужу его сестры. Он когда вот начал катать, более профессионально зарабатывать этим, то у одного дедушки он где-то под богатолом. Мы специально ездили ее, оттуда это подобрали, привезли. Лет 80-90 точно должно быть, да? Ну и что, заказы сейчас есть, да? Заказов у него очень много, просто, ну, маленько своя лень. Во-вторых, вроде как работы много, а, как сказать, заработок довольно низкий. Когда пацанов-то были маленькие они все, их надо было одевать, кормить. А сейчас уже у него тоже одна дочь только осталась, учится. Вот, пацаны все работают. У меня тоже, вот, можно сказать, что дочь осталась. Остальные сами все зарабатывают. Поэтому уже более так, не особо напрягаемся. Сейчас Басманова тихо и безлюдно. И только начальная школа напоминает о том времени, когда здесь была другая жизнь. Школа 17 лет где-то. Была. Тоже, можно сказать, с моей подачи открывалась. Когда я в газете прочитал, что пять этих самых ребятишек уже в деревне открывают школу. Своими силами эту школу построили. И 17 лет здесь учили детей? Да. А потом что с ней случилось? А потом школу закрыли. Они хитро сделали-то, потому что школу нельзя закрывать, если жители будут проехать. Они сделали ее филиалом. Буквально за год. А филиал уже закрыть можно. А вы здесь кем числились? Я последние пять лет, я тут учил в начальных классах. Тут вот буквально одна семья, эти басаргины, уехали сразу, потому что у них ребенок должен был идти в школу, это самое. А перспективы нету, они сразу, это самое. Что, с первого класса, что ли, отправлять в этот интернат? Семьи с малыми детьми разъехались. Молодежь подалась в города. Стремление к уединению, сознательное отшельничество, труд на земле они уже не приемли. Басманова будет существовать, пока будет здесь жить хоть один житель. А потом разделят судьбу тысячи других брошенных деревень. В свое время эти деревни были признаны неперспективными в связи с их большой удаленностью от цивилизаций. Содержать и обустраивать. Когда-то в Берелевском районе было 115 населенных пунктов. Сегодня чуть более 30. В 9 проживает по нескольку человек. Люди уехали. Отвоеванная с таким трудом у Тайги земля лишилась хозяев. Домостроя на река, жить собирались долго и счастливо. Поддерживать в них нормальную жизнь, государство посчитало делом затратным. Оставшись без работы, лишившись школ для детей. Но, видимо, слишком мало значили жившие здесь для нашей страны. Не видела она в них людей. Лишь отработанный человеческий материал. Моя свекровка была с Поволжи. Их раскулачили. Их было 11 детей. И с 11, а их только двое осталось. Тут ничего не было. Приезжали, как моя свекровка рассказывали. Все деревья убирали, выковыривали. Все на дорогу, все они строили, все на своем горбу они. Все-все сделали. Они приехали еще на... Они, говорят, мы же не ставили. Их на 6 месяцев одного посадили, дядьку, и второго посадили. Зимлянок, наверное. Конечно. Откуда? Тут ничего не было. Тогда в землянках жили, а потом их построили. Комендатура у них была. Они постоянно ходили, отмечались. Все забрали. Подчистую все хозяйство забрали. Весь скот, все зерно позабрали. И наши дядьки сказали на коне. Говорят, вы что, хоть коне-то оставили. Царская власть загнала в Сибирь староверов. Советская – кулаков. Все населенные пункты Почелому в Бирюлевском районе основаны были в 30-х годах минувшего века спецпереселенцами-кулаками, сосланными в Сибирь в период коллективизации. Колхоз дела добровольно-принудительны. Не захочешь – заставят. Многие расплатились, возводя фундамент коллективной собственности в своей жизни. Этот поклонный крест установлен на братской могиле. Здесь раскулаченные крестьяне Поволжье, Краснодарского и Ставропольского края Украины, Белоруссии нашли здесь последнее пристанище. В 42-м спецпереселенцами оказались паволжские немцы. Сопки доживают их потомки. Здесь они родились, здесь и собираются умирать. Нам уже скоро умирать, я говорю, вот скоро на кладбище. А жизни не было хорошей. Мы не видели хорошей жизни. Мы, не наши родители, дети, потому что, а что ж жизни нету? Дети поехали в город, а куда им деваться? Работы нету, ничего нету. Ну, куда жить-то как-то надо? Вот они уехали, вот они и крутятся кто как может. Тут остались три коллеги. Я говорю, я самая старшая тут деревня. Безнадежность – это не то, что люди покидали деревню. Сперва ее покидала работа. Отсутствие работы и бездорожья – одни из главных причин вымирания деревень. Происходит это очень быстро. Сначала закрывают школу, потом уезжает молодежь, а затем из жизни уходят и старики. Безлюдят улицы, рушатся дома. В бару на три улицы два жителя – отец и дочь Беловой. Я знаю, что деревня была большая. Вот эта вот. Где-то 26 дворов было. А раньше же эти, как семейные люди были. Вот и Пифан Мальцев говорил, у меня, говорит, не 7 аэрополавка, а 8. Вот такие дела. 26 дворов, а больше 100 человек было, людей. Колхоз сначала был запроченный мир. Между народами. А потом? А потом колхоз имени Ворошилова сделали. А потом? А потом, я не знаю, тут раза два меняли название. А потом соединились с Сопкой. Тут три деревни было. Клы, Бор. Вот для него еще, да, для него было. Совхоз, а потом разбилось все. С 1929 года по 1935-й в Берилюском районе было образовано 96 колхозов. К 70-м годам минувшего века их оставалось 5. Сейчас – ни одного. Место работы погибли деревни. Их история начиналась с небольших хуторов и заимок столыпинских переселенцев. Полная надежд и веры – счастливое и светлое будущее. Русскому крестьянину всегда было понятно, как жить на этой земле. Но так ему жить не давали. Сразу тут, после смерти Сталина, вот тут вот как-то подниматься стал народ. Маленков заступил. Тут как-то готов были на его портрет молиться. Он снял... Цельно снизил. Да, да, он снял налоги. А бездетный там все... Куриц держишь, не держишь, 75 ерек надо сдать. 12 килограмм масла с коровы. Будь любезный. Будь любезный, сдай. И вот это он все снял. Народ просто сдохнул. Вот при Хрущеве поднимали целину. Тогда мы сняли пшеницу. Не меньше, как на Кубани, допустим, или на Украине. 45 центеров с гектара. Тут жить-то шутя, шутя жить. Сильно хорошо. Рыбалка и поко... Монастырь рядом, все-все тут, все под рукой. У меня деда говорил, говорит, бор это, говорит, золотое дно. Хотел монастырь здесь отстроить, какой-то сделать. Церковку поставить на горе вот там. В Сачинске приезжали по 40 подвод к нему сюда. Ну, взять, допустим, ввезли отсюда и масло, и мед, рыбу. Да. Жалко, конечно, деревню. Вот один остался. Совсем один. Деревенские отшельники живут по инерции. Одним днем, не заглядывая вперед, рассчитывая только на свои силы, привыкнув обходиться без помощи государства, от которого давно уже ничего хорошего не ждут. Живут тем, что дают лес, река, природа. Пока живут они, как будто живет и деревня. И жизнь, умиротворение, и покой. И скоро он может оказаться вечным. В колхозном амбаре зерно проросло. А в клубе скучает один баянист, Кому председатель нужна эта жизнь. Россия, березовый край и родники Останутся скоро в селе Лишь старики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова